а вот друзья мы со светланой навещаем наш проект объект в из палалта его замазали штукатуркой свет она такая станет таким грубым она должна быть конечно не таким гладким как нашим доме да но не так как сейчас они сейчас просто сетку забросали штукатуркой и вот такая шуршавчиком таким лежит ну да да так что же другой вид совсем такое ощущение что даже мусора тут на площадке меньше а руки то есть это это не просто так у меня субъективное такое ну что же пошли посмотрим что внутри делается вот камин вы слышите веселую мексиканскую музыку канун рождества да но людей гости собрались те слышно детские голоса ну что друзья вот мы внутри да значит они покрасили лучше чем было хорошо там вторым слоем какая стенка до стенка значит потом покрасит хорошо так но тут на самом деле что-то они тут режут интересно ну наверно нужно для дела спальнях наших положили пол но такой вот как назвать его правильности виниловые плетки но вот вы видите вот они закрыли таким картоном чтобы не повредить ну в общем тут уже мы с новым полом так . а ты можешь вот тут уголок вот так оттянуть чтобы вы посмотрели ну вот да вот мы видим что есть новый ну хорошо и покрашена вроде нормально да то есть там идет борьба за то чтобы всюду покрасили краской которая такая как назовешь она поблескивает нет ну какой-то термин есть так вот ее можно мыть водой ну чуть-чуть связи с этой краской тогда посмотрим надо бороться за правду жизни вот ну что если знаешь что она все так каким-то вот зимой летом одним цветом и потолок такого же цвета ну почти да почти понял а это еще один bedroom такой поменьше и здесь тоже положили цвета бейсборды были или их пределами вот за плентуса по-научному бейсборды ну это для для аренд это не не мы там сами тут жить не будем без выпендрежь это третий bedroom вы видите друзья нам часто где то что вы не не снимаете не показывать как ремонт идет но он так ни шатка ни валка идет поэтому ну что вот так покажешь ну покрасили ну вот пол положили вот когда дойдет до итогового чего-то тогда будет конечно больше зрелищности дом угловой друзья и у него с двух сторон есть вот калитка открывающая так немножко сбоку стою чтобы солнце не попало она встретит с той стороны и так сейчас она на замке запирается но вот вы может быть видите там замочек замке а тут уже провели электричество и вот здесь ведь там болтается шнур и там поставят уже агрегат для того чтобы дверь открывалась удаленно с помощью ремонт-контрола так вот а тенечек гаточка появилась вот вот сейчас это вот так калитка и ворота их надо вручную все даже не знаю они заперты до заперты естественно так все так все это хозяйство выглядит пока что а вот в этом углу у нас как раз будет пристроена еще тот на 6 квадратных метров санузел вот здесь и там происходит такое дело что вот этот навес который вы видите сверху что с ним под него уберутся или что или этого не уберут за меня но там придется разобрать часть крыши потому что он сделал неправильно не там его нужно укрепить специальными какими-то болтами так и стандартам на самом деле там стоит уже столько лет ничего с ним не делается но каждый раз когда я пермит получаешь они хотят что-то сделать на принципе это разобрать и как-то сделать немножко по-другому вот это что вот вы видите тут черный черная бумажка там пока ничего больше не делается потому что будет пристройка потому что будет пристройка да значит и сейчас мы подали на пермит чтобы сделать эту пристройку же пленит мы прошли то есть плановый департамент разрешил нам с точки зрения внешнего вида дома они сказали что эта пристройка ничем внешний вид дома не ухудши ага я понял почему пахнет очагом они на битву ждал тебя тебя ребята вам дым видно вот тут у них оттуда дымится очень хорошо пахнет пахнет невероятно хорошо да ну сегодня 24 января суббота тем более чем никто не работает все отдыхают ну что посмотрели пошли